Продолжаем зашреться. Как видим, есть еще неровности, которые надо подравнивать. Потихонечку разбираемся. Резкость наводить она не хочет. Кино про немцы. Получается такая поверхность. Слегка-слегка пожеванная. И теперь надо будет ее дочищать. Все дрожит, все плавает. Не хочет настраиваться резкость. Но что поделаешь. Это все-таки телефон, а не видеокамера. Попробуем поменять угол зрения. Вот так. Вот видно. Как пожеванная слегка. Но это такие неровности после правки. надо их потихнуть. Вот такая картина маслом получилась. Конечно, косички вот кое-где они видны. Они будут. Извините, металл лишний девать его некуда. Но в общем и целом вмятины нету. Еще кое-где немножко надо дочистить. Очень остреньким там и подзабить тоже. А так уже все более-менее ничего. Продолжается эпопея с крышей. Здесь вот чувствуется все равно еще такой, как бы такая неровность. А в лампе, блин, как ее не ставишь, все вроде как ровно. Пытаюсь высмотреть тут под разными наклонами. Под разными, так сказать, экспозициями. Придется, наверное, откатываться подальше. Вот, потому что так все ровно. А я руками, я малялю давно, но я чувствую, что здесь вот такая неровность есть. И как лампу не ставишь, она... Наверное, надо подальше поставить, и будет видно плавно как бы тут. Особо ничего такого нету. Ладно, потом, так сказать, расскажу, что получилось. Как говорится, мы строили-строили, и наконец построили. Вот дефектовка продолжается. Где ямы, где провалы. То есть, перераспределяем металл. Вот еще один нашел, так сказать, нюанс. Видно, раньше ударено было. То есть, перераспределяем металл, он все равно идет где-то волнами, складками. Вот, и для того, чтобы добиться более аккуратного. Вот они видны. Бугры, ямы. Вот это вот впадина. Это наоборот бугорчики. Кое-то еще вот пооставались тычки недоделанные. Вот это вот поднять надо. Я увидел и вот тут еще такая некрасивая складка. Бугрится волнами, ходит туда-сюда, в общем, все делать, делать и делать. Ну, это промежуточная, так сказать, стадия работ, дефектовка после вот первоначального этапа выпрямления. А сейчас еще начнутся гоняния металла туда-сюда, чтобы он нормально стоял. Потому что иногда бывает как бы выводишь в одну, а он уходит в другую часть. Ну, ничего. Посмотрим, что дальше. Для этого и кино снимается, чтобы на своих ошибках учиться и моих ошибок другие не повторяли. Вот примерно так. Всем привет. Ютубу привет. Вот. Сегодня мне предоставилась возможность познакомиться с лампочкой с такой, с настоящей. Тут на нее что-то написано. Цинлайт какой-то. Ну, в общем, фирменная лампочка. Единственная доработка. На нее наклеили полосочку маленькую изоленты или чего-то. Вот. Якобы, что блики очень хорошо в ней ремонтировать. Ну, я в свое время начинал с таких лампочек. Вот. Ну, и что-то, честно говоря, я в них шлепну. Поверхность вот достаточно глянцевая. Отражатель. Здесь, что я могу сказать. Лампочка обыкновенная стоит. Люмка. Вот. Видно, что она тут падала, подбита уже. Контакты голые. В общем, такие дела вам поработает давно и, ну, наверное, надо по размерам пройтись. Ширина, длина где-то 42. Ну, и лампочка такой не сильный и не маленький. Ну, это фирменная лампа. Продавались они. Стоила она тогда 8-9 тысяч. Ну, посмотрим, как она работает. И как я в ней буду видеть. Для сравнения. Люмка и лет. Эта лампочка чуть-чуть поменьше. Где-то 37-38. Вот. По ширине примерно они одинаковые. Ну, естественно, по весу вот эта лампочка весит намного больше. Это Женина. Она легкая. Очень легкая. Удобная. Вот. Диаметры. Поставки у них тут одинаковые. Что здесь, что здесь. Одинаковые. У меня, по-моему, тут 75 или 80. Сейчас померяем. Сколько она тут диаметром. Вместе ввиду присоска. Здесь присоска 75. И здесь такая же. 75 где-то. Так что вот. Ну, посмотрим. Будем тестить и снимать. Возможно, я незаслуженно, так сказать, эти лампочки оставил, а работаю в LED. А возможно и нет. Тест покажет. И молоток для забивки. 232 грамма. Прямо четко. Вот. Вот. Тут снимать даже не получается. Сейчас выключу вспышку, попробую еще раз. Ничего не получается. Заслужить опять. Заслужить. Что ж. Дело близится к финишу. Я большой кусок пропустил, потому что некогда было. Уже, в принципе, все по крыше ясно и понятно. Кое-где, конечно, не удалось сделать прям. Чтобы идеально красиво было. Опыта не хватает у меня. Может быть. А может быть это уже и нельзя сделать. То, что металл, извините, где потянулся. Но сейчас я сниму. Попытаюсь. Кое-где еще помарочки остались. Но глазом я их вижу. В лампе. Вон тут даже. Иногда, когда не надо, даже вот мусоринки можно снять. На крыше. А когда надо. Вот. Расплывается. И все. Не хочет фокусироваться. Что хочешь, то и делай. Вот, как говорится, проблема. Кое-где остались маленькие, незначительные, небольшие помарки. Я просто это, ну, как бы, для себя хочу убрать. Ну, чтобы я сам себе мог сказать. Все, что я мог, я сделал. Вот. Поэтому, как говорится, сейчас надо доделать. Сегодня, может, завтра уже, честно говоря, по времени пол седьмого. Ну, успею доделать, не успею завтра. Ну, а, в принципе, уже крыша. Вот. В отраженке видно. Вот. По инструментам. Ничего никуда, как говорится, не расползается. Вот. Кое-где еще вот. Видно. Ну, тут, как бы, я уже натягивал, натягивал. Там я еще вот позанимаюсь. В этом месте. Но уже там, честно говоря, не очень-то хорошо получается. Вот. В основном, все уже, как бы, кое-где еще вот переливается-то. Ну, это уже мелочи по сравнению с тем, что было. Ну, в идеал, ну, не получается сделать. Но я старался, скажем так. Ну, вот, все. Наверное, уже финиш, как бы, потому что тут особо больше ничего не снимешь. Ну, вот, так сказать, подытоживаем пройденное. Вот, где были у нас вмятины. И ямы, и каналы. Пытаюсь снять. Хорошо, придется, конечно, вот они. По лаку. Видно, где работа была. Придется полирнуть. Да не придется, а лучше. Машина свежая. Чтобы не зацарапанная. Поэтому, зачем это оставлять. Сейчас я переключу вниз свет. Чуть получше стало видно. Как бы, камера не передает. А вот глазом видно хорошо, что все достаточно аккуратно получилось. Здесь вот заломы же были такие. Складки такие некрасивые. Здесь тоже. Вот, отраженка видна. Здесь вот в этом месте была большая складка. Ну, тот, кто первое, можно вернуться, допустим, первое видео посмотреть, где дефектовка была. Вот, это было видно. Ну, в общем и целом. Сейчас я вот левую часть крыши, так сказать, прошелся. Дефекты поподчистил. Теперь правую сторону. И потом опять сниму. Посмотрим, как тут у нас получается. Ну, вот. Теперь правая сторона. Я тут тоже поправлял. Ну, что-то оно не хочет сниматься. Снежит. Видно, свет не так падает, как ему надо. Ну, я вижу, что особо тут ничего не наснимаешь. Все снижит. Вот так сейчас попробую. Подправлял я и правую сторону, и сзади, и отсюда. Тут, наверное, проще выключить лампу. Попытаться в отраженке снять. Вот. Тут разрисована еще крыша. С моими помарками, пометками. Куда, кого тут ковырять. Кого вверх, кого вниз. Наверное, в таком вот раскладе будет более понятно, что и как. В данном случае отражение инструмента тут не прыгает, как сумасшедшее. Вот они у нас есть в полоске. В отраженке тоже можно посмотреть. Ну, тут не особо. Хотя полосы тоже есть по краю. Ну, так же и здесь. В принципе, в принципе, но сегодня уже поздно, как бы. Почти восемь. Я на сегодня заканчиваю, а завтра, как говорится, крышу еще разочек пройду с разных сторон. Вот. И уже, в принципе, финиш. Потому что тут может один-два дефектика небольших найду. Кого-то чуть забить, кого-то чуть поднять. А уже, в принципе, все сделано. Так что, наверное, на сегодня хорош. Пора идти домой отдыхнуть. Тихо. 1 цикла.